Всем привет! Очень часто в компании при принятии сложных решений можно услышать вот такую фразу «А давайте проведем исследование!» Обычно при этом имеется в виду маркетинговые исследования, изучение поведения и предпочтений потребителей. Но практический опыт показывает, что пользы от таких исследований как от козла молока. Почему так? С вами канал Справочное Бюро Предпринимателя, сейчас все расскажем. Начнем с одной умной мысли. Вот как вы считаете, что лучше? Обладать неверной информацией или не иметь ее вообще? Логично, что лучше вообще ничего не знать, чем думать, что знаешь и при этом ошибаться. Потому что в первом случае вы будете на низком старте и при принятии решения будете рассматривать самые разные сценарии развития событий, чтобы вовремя и правильно отреагировать, если вдруг решение окажется неверным. Это то же самое, как если бы вы шли по болоту или минному полю. Осторожно, не спеша, прощупывая каждый шаг. Во втором случае, когда вы уверены, что все знаете и ошибаетесь при этом, вы наверняка попадете в переделку. Итак, нам нужна не просто информация, а гарантированно достоверная информация. Да быть такую очень непросто. Казалось бы, потребители, вот они, нужно только спросить. Но тут начинаются сложности. Есть такой бородатый анекдот. Телефонный опрос, проведенный рано утром 1 января, дал неожиданные результаты. 3% опрошенных ответили «Да». 2% опрошенных ответили «Алло». 95% опрошенных затруднились с ответом «Алло». Да, конечно, мы предоставляем такие услуги. Так что нам нужна репрезентативная выборка. Но есть проблема. К примеру, обзвоните вы сотню случайно отобранных потребителей. Согласятся ответить на ваши вопросы с горем пополам человек 10. Можно ли судить по их ответам обо всех мнениях потребителей? Ну, конечно же, нет. Во-первых, самые активно работающие чаще всего вообще не ответят на звонок с незнакомого номера. А если и ответят, то у них не будет времени на долгий разговор. Так что 10 ваших заполненных анкет вы получите, извините, от бездельников. Все, выборка искажена. Результаты исследований можно выбрасывать в мусорку. Можно, конечно, попробовать заинтересовать респондентов подарками. И допустим даже, что вы сможете донести эту информацию до всех ваших потребителей. Ну, например, как-то будете им сообщать об этом в момент продажи. Но на дорогие подарки вы вряд ли раскошелитесь. А дешевые подарки замотивируют отвечать только самых малообеспеченных или жадных ваших клиентов. А значит, снова искажение выборки и, как следствие, недостоверные результаты, которые отправятся опять в мусорку. На самом деле, проведение действительно надежного маркетингового исследования дело очень сложное, дорогое и долгое. Особенно, если структура ваших потребителей неоднородна и ожидается высокая дисперсия ответов и мнений. Тогда выборка сегментируется и стратифицируется. Можете погуглить, что это значит, если интересно. И дальше начинается охота за точно рассчитанным, минимально необходимым числом потребителей из каждого сегмента. И с каждой страты в отдельности. Да при этом еще с попыткой избежать искажений, вроде тех, о которых мы уже говорили. Вот получается, что все совсем непросто. И поэтому первый совет. Когда не нужно проводить маркетинговые исследования, если вы ограничены во времени и в деньгах. Ведь мы уже говорили о том, что лучше вообще не иметь информации, чем иметь искаженную. Кстати, в связи с высокой стоимостью и трудоемкостью достоверных маркетинговых исследований, есть и второй совет. Допустим, вы собираетесь выпустить новый продукт и решаете, в какой цвет его покрасить. В красный или в синий. Если деньги и время у вас все-таки есть, то посчитайте, что будет проще и дешевле. Отдать пару миллионов рублей на хороший качественный опрос? Или просто выпустить две версии продукта двух разных цветов? И попробовать их продавать одновременно, при этом анализируя объем продаж? Это тоже на самом деле маркетинговое исследование, которое называется тестовый маркетинг. Его результаты гораздо более надежны. А стоимость проведения часто сопоставима с проведением достоверных опросов. Итак, далее второй совет. Очень часто попробовать дешевле, чем изучать. Идем дальше и продолжаем наш рассказ о том, когда маркетинговые исследования принесут мало пользы. Следующий совет может показаться идиотским, но он очень часто оказывается уместным. Не проводите исследования, если их результат ни на что не повлияет. Смешно звучит, да? Может быть. А может и нет. Проверьте себя как-нибудь. Есть такой способ. Способ волшебной палочки. Предположим, что вы собираетесь добавить какую-нибудь новую модную функцию в ваш продукт. У конкурентов она уже есть, они ее активно рекламируют, а у вас нет. И вы хотите узнать, какая доля пользователей заинтересована в новой фишке. А теперь представьте, что у вас есть волшебная палочка. Взмахнули и исследование уже проведено. И результаты у вас на столе. Предположим, что опрос показал, 75% пользователей слышали про новую функцию и готовы ее использовать. Значит, нужно делать. Теперь предположим, что таких пользователей всего лишь 50%. Все равно надо делать. Пусть будет 25% или даже 15%. Вам все равно придется ее делать. 15% рынка это очень много. Вряд ли вы позволите себе их потерять. Так что прежде чем что-то изучать и тратить на это время и деньги, представьте себе, какие результаты вы скорее всего получите. И как в зависимости от них изменятся ваши действия. Если не изменятся, то и исследование не нужно. Поэтому займитесь чем-нибудь более полезным. И в завершении. Очень часто формулировка целей и задач звучит как изучение рынка или анализ спроса. В самих этих формулировках уже ошибка. Изучение рынка или анализ спроса это тема для дипломной работы или кандидатской диссертации. Ну или для статьи в журнале. А вы занимаетесь бизнесом и решаемые вами задачи носят прикладной характер. Значит, формулировка целей и задач исследования должны быть такими же конкретными. Как продать больше, как увеличить прибыль. Мы про это уже говорили и в ролике про постановку задачи и про стратегическую цель. Так что, как сформулируете запрос, такой и получите результат. А значит, последний, четвертый совет на сегодня. Как можно более четко сформулируйте цели и задачи, которые вы собираетесь решить. И тогда мы уверены, что у вас все получится. Чего мы вам искренне желаем. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Да, и пишите комментарии под видео, мы их обязательно прочитаем и обязательно на них ответим. Увидимся.